Уровень турнира высочайший, вообще это считается одним из самых престижных турниров на территории Европы, может быть даже и мира, вот в этом возрасте, из неофициальных турниров. Его называют неофициальным чемпионатом мира, поскольку представлены команды практически со всех континентов, и у нас группа попалась не из легких, Франция, Америка и Чили, вот, и если выходим из этой группы, там дальше Испания, Италия, Китай и Босния-Герцеговина. Очень-очень приличные соперники, мы рады этому, мы рады проверить свои силы, рады тому, что есть возможность сыграть довольно много игр с соперниками высочайшего уровня, и посмотреть, чего мы стоим перед подготовительным этапом к чемпионату Европы. Возможность подготовиться серьезно к этому, ну, как бы иметь достаточно времени для подготовки к этому турниру мы не имели, имеем всего лишь три дня, четыре тренировки по большому счету, вот, поэтому мы не стали вызывать всех кандидатов, которые, как бы, в списке на подготовительный этап к чемпионату Европы вызвали 16 человек, из них двое не смогли приехать, даже три человека не смогли приехать, Кирилл под ковырах не смог приехать, там какие-то проблемы с паспортом, не смог приехать Виталик Бойков из Запорожья, потому что не успели сделать, опять-таки, загранпаспорт. И с абсолютно непонятной странной ситуацией с Сережей Примаком, который в Испании, в Гранд-Канарии, его клуб дал подтверждение, что он будет, мы ему купили билет, и сегодня буквально Сережа сказал, что клуб его не отпускает, и он не может прилететь. Ну, ни с чем это никак не связано, вот просто клуб принял такое решение. Изначально дал подтверждение в ответ на наш запрос, что им честь, чтобы Сергей выступал за сборную Украины, и теперь он не приезжает, и мы сами не ожидали этого. По большому счету еще у всех не закончился сезон, или только вот-вот закончился, поэтому все, скажем так, в нормальной форме, достаточно недавно у всех были игры, как бы все еще не забыли впечатление официальных игр, поэтому удовлетворительно. Да, я новый, как бы, в команде, сейчас пришел, первый раз за сборную Украины играю. В Сербии я играю в Мегавизуре, это один из хороших клубов в Белграде. Учусь экстернатом в сербской школе, да, год назад шел в русскую школу, как нормальный ученик, но из-за тренировок и нагрузок я в экстернат пришел. Моя мама из Украины, отец черногорец, вот, и такое желание было один раз играть за Украину, и вообще постараться как-то помочь и дать какую-то пользу. Очень классные ребята, кстати, приняли меня сразу как своего, по новой команде, и хорошее сотрудничество между ребятами в акциях и всем, так что очень хорошо. Я, как бы, привык уже, раньше там были тоже сборы к загородам, и похожие тоже условия очень, да. После турнира посмотрим, какие ситуации в клубе, и что дальше будет, как продолжается сезон, и надеюсь, я буду играть. Ребят с того сезона только два человека или три, команда полностью новая, но с этими ребятами мы играли два года назад еще в сборной до 16 лет. Задача стоит попасть в высший дивизион, исправить, так сказать, ошибки за прошлый год. Турниры знаю немного, знаю, что очень много хороших команд собирается там, будет очень интересно. Особенно у нас группа попалась такая, Чили, команда, которую мы никогда не видели. Америка, соответственно, тоже очень интересна. И с французами мы играли в этом возрасте много раз, выигрывали, проигрывали, так что будет очень интересный турнир. Условия отличные, как обычно. Живем, питаемся, все хорошо на тренировках, взаимопонимание с тренерами, с игроками. Я думаю, к турниру мы готовы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok